Намасте, дорогие йоги! Меня зовут Оля Люки и вы на канале Люки Йога. Сегодня мы с вами поработаем над укреплением мышц, над развитием выносливости и также сделаем несколько поз на развитие баланса. Давайте начинать. Занимайте ваши места на ковриках. Начинаем сегодня в положении сидя. Ноги можно скрестить перед собой или сесть на колени. Вытягиваемся макушкой вверх, копчиком тянемся вниз, удлиняем спину, выпрямляем позвоночник, расслабьте плечи. Со вдохом тянемся подбородком вверх, выдох вниз, подбородок к груди. Вдох вверх, выдох вниз, вдох вверх, выдох вниз. И еще раз вдох вверх, выдох вниз. Отсюда вращаем головой. Плавное вращение. Не обязательно сильно запрокидывать голову назад. Выбирайте комфортную для себя амплитуду. Меняем направление. Плечи расслаблены, плечи тянутся вниз все время. Хорошо, доделываем последний круг и вытягиваемся макушкой вверх. Со вдохом потянулись ладошками выше, выдох. Опускаем правую ладонь на коврик рядом с собой и опускаемся вниз вниз вниз, вытягивая левую сторону корпуса. Если получается, можно коснуться локтем коврика. Если нет, просто оставайтесь на вытянутой руке. Так тоже можно. Главное, чтобы вы чувствовали, как у вас вытягивается левая сторона. Прижмите левую ягодицу к коврику. Не отрывайте ее. Хорошо. Еще один вдох здесь. Выдох. И со вдохом вытягиваемся вверх, возвращаемся в центр. На выдохе наклон в левую сторону. Также левая ладонь теперь опускается на коврик. И растягиваем правую сторону корпуса. Сразу прижмите правую ягодицу, не отрывайте ее. И постепенно можно опускаться чуточку ниже и ниже, когда вы чувствуете, что ваши мышцы уже привыкли к этому положению. И еще здесь вдох. Выдох. И на следующий вдох возвращаемся в центр. Вытягиваемся. Выдох руки в намасте. Хорошо. Отсюда переходим на четвереньки. Ставим кисти под плечами, колени под бедрами. Делаем вдох. Уходим в позу коровы. Тянемся грудью вниз, макушкой копчиком вверх. Вдох. На выдохе скругляем спину, подтягиваем подбородок к груди, копчик внутрь. Вдох. Таем грудью вниз, макушка вверх, копчик вверх. И выдох. Скругляемся. И еще один вдох. И выдох. И еще один вдох. Хорошенько прогибаемся в спине. Шея длинная, плечи тянутся от ушей. И выдох. Скруглились. И возвращаемся в нейтральное положение. Делаем глубокий вдох. Ставим ноги на носочек. Выдох. Отрываем колени от коврика. Вырастаем собаку мордой вниз. Сделаем глубокий вдох. Полный выдох. И еще один глубокий вдох. И полный выдох. Собаке мордой вниз можно подсогнуть ноги в коленях, пятки можно оторвать от коврика. Главное давите полностью ладошками в коврик и выталкивайте спину, седалищные косточки выталкивайте вверх. И еще здесь делаем вдох. И выдох. Хорошо. Встаем на носочки. Сгибаем ноги в коленях. Взгляд переводим вперед. Подшагиваем либо подпрыгиваем к ладошкам. Выпрямляем спину. Наклон вперед с прямой спиной. Взгляд в коврик. Если пальцы не касаются коврика, переводим ладошки на голени. И продолжаем выпрямлять спину. Тянемся грудью вперед. Прогибаемся как будто бы в спине. Плечи тянутся в сторону таза. Ноги могут быть подсогнуты в коленях. Выдох. Сделаем здесь еще один вдох. Полный выдох. И еще один вдох. И выдох. С выдохом скругляем спину. Опускаемся в глубокий наклон. Ладошки остаются на коврике. Здесь также согните ноги так, чтобы ваша грудная клетка и живот могли опуститься полностью на бедра. И уже из этого положения, не теряя контакта груди и бедер, мы с вами выпрямляем ноги в коленях. Насколько это получается. Шея расслаблена. Макушка тянется вниз. На каждый выдох макушка тянется вниз еще чуточку больше. А копчик тянется выше. И еще один глубокий вдох. Полный выдох. И со следующим вдохом скруглой спиной постепенно. Сначала поясница, затем грудная клетка, затем шея, и голову растаяем вверх. Вытягиваемся ладошками выше. Выдох руки в намасте о груди. Хорошо. Соединяем стопы вместе. Будем делать наклон назад. Для этого сожмите ягодицы сильно. Они прям включены у нас в работу. На вдохе тянемся ладошками назад. Уходим в наклон. С выдохом возвращаемся вперед. Глубокий наклон вперед. Шею расслабляем. Макушкой тянемся ближе к коврику. Вдох. Наклон вперед с прямой спиной. Выдох. Опускаем ладошки на коврик. Либо отшагиваем, либо отпрыгиваем назад в планку. В планке кисти под плечами. Колени прямые. Передняя поверхность бедер натянута. Копчик подкручен внутрь. Спина круглая. И мы с вами тянемся областью между лопаток как можно выше к потолку. Тянемся. Представьте еще, что вы сжимаете коврик между ладоней. Почувствуйте это напряжение, которое появляется у вас в руках, в грудных мышцах. Держим еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Плечики выводим вперед. Чатуранга. На вдохе собака мордой вверх. И с выдохом собака мордой вниз. Отстраиваем собаку мордой вниз. Сделайте глубокий вдох. Полный выдох. И еще один глубокий вдох. И полный выдох. Хорошо. Отсюда мы с вами шагаем до середины коврика. Уходим в глубокий наклон. Можно обхватить себя за пятки и прижаться еще ближе к бедрам. Расслабьте обязательно шею. Макушка тянется вниз. Ягодицы тянутся вверх. И со следующим вдохом с круглой спиной плавно поднимаемся вверх. Вырастаем за ручками. Вытягиваемся. Выдох. Руки в намасте о груди. Хорошо. И сейчас мы с вами перейдем к балансовым позам. Сегодня с вами сделаем позу дерева. Начинаем с того, что переносим вес на левую ногу. Поднимаем правое колено. Прижимаем его к груди. И отсюда ставим правую ногу либо на голень, либо на внутреннюю поверхность левого бедра. Раскрываем правое колено. Представьте, что вы правым коленом пытаетесь дотянуться до стены сзади вас. При этом таз не роняем в левую сторону. Таз подтянут в центре. Руки можно оставить на поясе. Можно собрать в намасте о груди. И стоим здесь с вами несколько вдохов и выдохов. Можно еще использовать такой лайфхак. Взглядом зацепиться за точку перед собой примерно в двух метрах или в метре от себя. И это помогает держать равновесие. Хорошо. Возвращаем правое колено к груди. Еще раз прижимаем к себе. И опускаем на коврик. Стряхнули левую ножку. Расслабили ее. Ставим стопы на ширине бедер. Вдох, вытягиваем ладошки вверх. Выдох, уходим в глубокий наклон вперед. В наклоне мы собираем пальцы вместе. Пятки разводим в стороны. Расслабляем шею. Свисаем. Можно на каждый выдох тянуться ближе к полу макушкой и выше ягодицами. Хорошо. Еще здесь вдох. Выдох. И еще глубокий вдох. И выдох. Возвращаем стопы параллельно друг к другу. Со следующим вдохом вырастаем вверх. Вытягиваемся снова за ладонями. Выдох. Руки в намасте. И переходим теперь к балансу на правой ноге. Переносим вес на правую ногу. Левое колено поднимаем вверх. Прижимаем к груди. И ставим либо на голень, либо на внутреннюю поверхность правого бедра. Раскрываем левое колено. Тянемся им назад. И подтягиваем себя в центр, не роняя бедро в правую сторону. Руки либо в намасте, либо стоят в бока. Держим баланс. Цепляемся взглядом за точку перед собой. Дышим. Тянемся вверх за макушкой, удлиняя себя. Хорошо. Еще пару вдохов и выдохов здесь. Отлично. И возвращаем левое колено в центр. Прижимаем к себе еще раз. И опускаем левую ногу на коврик. Хорошо. Стопы на ширине бедер. Со вдохом вытягиваемся вверх. Выдох. Уходим в глубокий наклон вперед. Теперь разводим носочки в стороны, пятки наоборот вместе. Собираем. Хорошо. Обхватываем себя за противоположный локоть. И тянемся на каждый выдох локтями ниже и ягодицами выше. Шея расслаблена. Голова висит. И еще пару вдохов и выдохов здесь. Отлично. С круглой спиной на вдохе плавно вырастаем вверх. Вытягиваемся ладошками. Выдох руки в намасте. И отсюда мы с вами разворачиваемся и шагаем в начало коврика правой ногой. Левая нога остается у нас сзади. И что мы с вами делаем. Правый носочек смотрит у нас прямо. Левый носочек смотрит в сторону. При этом стопы стоят на параллельных линиях. Нарисуйте на коврике параллельные линии и поставьте туда ваши стопы. Так, чтобы они не были на одной линии. Таз смотрит тоже прямо в сторону правого носочка. Отсюда мы с вами ручки вытягиваем в стороны. У меня здесь стена. Я полностью правую руку не вытяну. Вы постарайтесь вытянуть обе руки. И мы с вами опускаемся в наклон вперед. Опускаемся так, чтобы у вас спина оставалась прямая. Если чувствуете, что сильно тянет под правым коленом, можно его чуть больше согнуть. Здесь, когда вы дошли до своего максимума, мы с вами включаем наши лопатки в работу. Руки вытянуты в стороны. И мы с вами тянемся ладошками вверх. При этом стараемся собрать лопатки вместе. Ладошки тянутся выше. Взгляд в коврик. И еще чуть выше тянутся ладошки. Руки при этом смотрят по сторонам. Не назад, а по сторонам. Четко вправо и влево. И тянемся еще чуть-чуть грудью ниже. Ладошками выше. Держим здесь еще пять. Четыре. Три. Два. И один. Хорошо. Отсюда мы с вами поднялись. Выросли. Три. При этом теперь поставьте чуть-чуть правую стопу ближе к себе. Руки. Давайте оставим в намасте у груди. Мы с вами переносим вес на правую ногу. Пробуем оторвать левую ногу от коврика. И опускаемся в позу воина три. Левая нога у нас натянута. Прямая в колене. Корпус наклоняется вперед настолько же, насколько сзади поднимается у нас левая нога. Держим здесь баланс. Дышим. Если вы сошли с позой, напоминаю, ничего страшного. Просто заходите снова в нее. И держим еще пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Возвращаемся. Опускаем левую ножку на коврик. Отсюда. Наклоняемся вперед. Сгибаем правую ножку в колене. Подшагиваем левой ногой тоже вперед. Стопы стоят параллельно друг к другу. Со вдохом правая нога поднимается назад и вверх. И мы с вами опускаемся в вертикальный шпагат. Таз здесь раскрывается. Правый носочек вытягивается. Правый носочек тянется от себя. Колено максимально прямое. Но если у вас правая нога согнута в колене, ничего страшного. И если ваш шпагат не похож на шпагат, тоже ничего страшного. Главное, чтобы вы чувствовали, что ваши мышцы работают и растягиваются. Держим еще пять. Чуть выше правый носочек. Четыре. Три. Два. И один. Хорошо. Опускаем правую ножку на коврик. Делаем глубокий вдох. Наклон вперед с прямой спиной. Выдох. Наклон вперед с круглой спиной. Глубокий наклон. И со следующим вдохом вырастаем вверх. Вытягиваемся ладошками как можно выше. Выдох. Руки в намасте у груди. Хорошо. Отсюда теперь у нас правая нога шагает назад. Стопы на параллельных линиях. Таз смотрит прямо. И мы с вами наклоняемся вперед. Левое колено можно подсогнуть. Тянемся грудью вперед в сторону коврика. Руки вытягиваем в стороны. И поднимаем ладошки как можно выше. Прогибаемся в спине. Грудь тянется вниз. Плечи и ладони тянутся вверх. Продолжаем тянуться грудью ниже. И еще чуточку ниже. Ладошками чуть выше. Держим. 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. Отсюда подшагиваем правой ногой чуть ближе. Ладошки собираем в намасте у груди. Плавно переносим вес на левую ногу. Отрываем правую ногу от коврика. И переходим с вами в позу воина 3. Здесь опорная нога может быть согнута, может быть прямая. Главное держите вашу правую ногу очень сильной. Прямой в колени, чтобы вам легче было держать баланс. И держим еще 5, 4, 3, 2 и 1. Возвращаем правую ножку на коврик, вырастая. Ух, отсюда. Снова сгибаем левую ногу в колени. Опускаем ладошки на коврик. Подшагиваем правой ногой вперед. И отрываем левую ногу от коврика, вырастаем вертикальный шпагат. Если у вас левое колено согнуто или ваш шпагат выглядит вот так, это прекрасный шпагат, если вы чувствуете, что ваши мышцы работают и тянутся. Шею расслабляем. Выпрямляем левую ногу, насколько это получается. Держим здесь еще 5, 4, 3, 2 и 1. Хорошо. Опускаем левую ножку на коврик, делаем вдох, выпрямляем спину. Выдох, скругляемся, потянулись макушкой ниже. И на следующий вдох с круглой спиной вырастаем. Вверх вытягиваемся ладошками. Выдох, руки в намасте о груди. Левой ногой шагаем назад по коврику. Разворачиваем носочки в левую сторону. И между стопами примерно 2 ширины бедер. Отсюда носочки разворачиваем в стороны. И исходное положение для пост в бакине. Отсюда опускаем таз вниз, приседаем. Колени тянутся назад. Представьте, что сзади вас стена. И ваши колени пытаются до нее дотянуться. Сделаем здесь легкую пружинку. Поднимаемся вверх и вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В самой нижней точке держим. Пять, четыре, три, два, один. Вырастаем. Разворачиваем носочки прямо. Со вдохом вытягиваемся ладонями вверх. Выдох, скругляемся. Уходим в глубокий наклон. В этом глубоком наклоне можно оставить ладошки на коврике. Можно обхватить себя за пятки. И давайте мы с вами носочки сведем в центр. Пяточки разведем в стороны. Отлично. Шея расслаблена. Взгляд в сторону колен. И на каждый выдох как будто пытаемся чуть ниже опуститься. Сделаем еще здесь вдох. Полный выдох. И еще один вдох. И выдох. Со следующим вдохом с круглой спиной возвращаемся вверх. Вытягиваемся за руками. Выдох руки в намасте о груди. Хорошо. Снова разводим носочки в стороны. Пяточки внутрь. Исходное положение для позы богини. Сделайте глубокий вдох. С выдохом опускаем таз вниз. И сейчас мы с вами пробуем поднять пяточки вверх. И опустите. Раз. Два. Три. Четыре. При этом таз остается на месте. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. На десятый раз задержались. Держим. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Опускаем пяточки. Вырастаем. Отлично. Отсюда шагаем в начало коврика. Делаем глубокий вдох. На выдохе скругляем спину. Уходим в глубокий наклон. Уходим. Снова вдох выпрямляем спину. Наклон вперед прямой спиной. Опускаем ладошки на коврик. Отшагиваем или отпрыгиваем в планку. Отлично. Задержались в планке. На пять. Четыре. Три. Два. Один. Переносим плечики вперед. Опускаемся в чатурангу. Если получается задержались здесь на пять. Четыре. Три. Два. Один. И опускаемся полностью на коврик. Хорошо. Руки вытягиваем. У нас здесь есть с вами несколько опций. Можно оставить ладошки под плечами. Можно сделать руки в позе кактуса. Можно полностью вытянуть руки в сторону головы. Выбирайте комфортное для вас положение. Будем делать подъемы корпуса. И ноги при этом лежат так как вам удобно. Ноги расслаблены. Руки регулируйте сами. Итак. Приготовились. Взгляд в коврик. Шея прямая. И начали. Поднимаем корпус вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двадцать. 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 Держим. Наверху. Пять. Четыре. Три. Два. Чуть выше. И один чуть выше. Опускаемся. Хорошо. Можно здесь расслабиться. Сделать несколько вдохов-выдохов и восстановить свое дыхание. Двадцать. хорошо теперь ладошки ставим под плечи ноги на носочки и выталкиваем себя либо в планку с колен либо в полную планку вытолкнули себя в планку шагаем правой ногой в центр коврика опускаем левую пяточку в левую сторону на коврик и отрываем с вами правую руку от коврика вытягиваем вверх боковая планка здесь таз поднимаем как можно выше стараемся держать его высоко если хочется усложнить можно вытянуть правую ногу и стоять в полной боковой планки стоим еще 10 9 8 7 6 5 4 3 2 и 1 хорошо где бы вы ни были возвращаемся в планку в центр шагаем левой ногой посередине коврика опускаем правую пяточку в правую сторону коврика и отрываем левую руку от коврика так поднимаем вверх боковая планка на правую сторону если хотите усложнить отшагиваем левой ногой и стоим полную планку на правой руке держим 10 таз выше 9 8 7 6 5 4 3 2 и 1 опускаем левую ладошку на коврик возвращаемся в полную планку делаем глубокий вдох плечики вперед выдох чатуранга вдох собака мордой вверх и выдох собака мордой вниз сделайте полный глубокий вдох полный выдох потянитесь грудью к бедрам и еще такой глубокий вдох и полный выдох хорошо опускаем коленочки на коврик и отсюда с четверенек шагните чуть чуть назад по коврику так чтобы таз оставался над коленями и у вас при этом было место куда шагать вперед ладошками мы с вами шагаем шагаем ладошками вперед опускаем лоб на коврик или подбородок и если получается грудную клетку поза щенка и мы с вами здесь на каждый выдох таем прижимаясь все ниже и ниже к коврику грудью если вам хочется добавить натяжение ваша подбородок и грудь уже лежат вы можете встать на полу пальцы и так таким образом потянуть еще чуточку больше хорошо на вдохе аккуратно поднимаемся теперь у нас с вами левая ладошка шагает вперед правой рукой мы подныриваем под левое плечо опускаем правое плечо на коврик и пробуем отсюда опустить голову тоже на коврик и прижимать левое плечо поверх правой руки насколько получается дышим глубоко дышим глубоко еще один вдох выдох выдох подшагиваем левой рукой ближе к себе упираясь в нее поднимаем себя вверх и теперь правая ладошка шагает вперед мы левой рукой подныриваем под правую опускаем левое плечо и голову на коврик и правым плечом прижимаемся ближе к левой руке здесь мы с вами растягиваем плечи поэтому будьте аккуратны никаких резких движений больно быть не должно хорошо подтягиваем правую ладошку к себе упираемся в нее вырастаем на четвереньки шагаем коленями вперед садимся ягодицами на центр коврика и находим нашу позу лодки ножки сгибаем перед собой руки тянутся вперед отрываем носочки от коврика отклоняемся назад и фиксируемся в позе лодки тянемся грудью ближе к коленям плечами ближе к коленям держим здесь если хочется добавить себе испытания можно вытянуть ноги в коленях и держим с вами еще 10 9 8 7 6 5 4 3 2 и 1 опускаем носочки на коврик смотрим чтобы сзади было достаточно места чтобы вам лечь и с круглой спиной опускаемся на коврик хорошо подтягиваем коленочки к груди прижимаем их к себе опускаем пяточки на коврик стопы стоят на ширине бедер так чтобы вы средними пальцами могли коснуться пяток руки вытянуты на коврике теперь со вдохом отрываем таз от коврика подшагиваем плечами друг к другу и если получается сцепляем руки в замок за спиной это не обязательно руки могут быть просто вытянуты по коврику и отсюда мы с вами тянемся ягодицами вверх тазом вверх пятками отталкиваемся от коврика раскрываем грудную клетку еще сильнее толкаем ягодицами таз вверх держим на самом верху еще пять четыре три два и один хорошо опускаем таз на коврик отсюда подтягиваем коленочки снова к груди и опускаем стопы на коврик хорошо теперь мы с вами сделаем стойку на плечах сарвангасана можно туда зайти через полумост подставив ладони под поясницу и по одной вытянув ножки вверх можно сюда зайти из положения лежа просто закинув ноги за голову и вытянув их вверх при этом тоже подставляем ладошки под поясницу и придерживаем себя здесь следите чтобы ваш взгляд был направлен вверх на носочки не вертите головой вся нагрузка здесь уходит на шею поэтому очень аккуратно ягодицы сжимаем ноги прямые натянутые колени если получается можно попробовать опустить руки на коврик хорошо отсюда натягиваем носочки на себя и опускаем носочки за голову в позу плуга возможно ваши ноги будут в воздухе ноги могут быть согнуты в коленях ничего страшного пробуем потянуться пяточками дальше от себя ягодицами выше хорошо сгибаем ножки в коленях прижимаем их к груди и придерживая свою поясницу с круглой спиной опускаемся на коврик хорошо отсюда мы с вами просто ложимся на коврик можно закрыть глаза и несколько вдохов-выдохов просто обратите внимание на ваши ощущения в теле хорошо хорошо отсюда подтягиваем колени к груди прижимаем к себе со вдохом тянемся коленочками вверх сгибаем ноги под углом 90 градусов в коленях и опускаем колени в левую сторону правую руку вытягиваем в правую сторону и оказываемся с вами в скрутке взгляд у нас на правой ладошкой в правую сторону расслабляемся вытягиваем все мышцы вдоль позвоночника позволяя нашим позвонкам занять свое место хорошо со следующим вдохом возвращаемся в центр на выдохе прижимаем коленочки еще раз к себе вдох колени вверх угол 90 градусов и с выдохом опускаем коленочки в правую сторону левую руку вытягиваем в левую сторону взгляд тоже за левой ладошкой скручиваемся расслабляемся и со следующим вдохом возвращаемся в центр на выдохе прижимаем колени к себе и отсюда опускаем ноги на коврик кладем пяточки на противоположные края коврика руки вытягиваем вдоль туловища ладошки смотрят вверх и закрываем глаза чтобы насладиться нашей с вами финальной расслабляющей шивасаной начинаем глубоко дышать и хочу напомнить вам что в шивасане одной из главных задач является находиться в неподвижном состоянии поэтому в начале вы можете потратить какое-то время на то чтобы занять максимально комфортное положение в котором вы сможете провести следующие несколько минут совершенно неподвижно расслабьте макушку головы расслабьте лоб брови щеки губы и челюсти расслабьте шею и плечи расслабьте предплечье запястья ладони пальцы на руках расслабьте грудную клетку мышцы спины живота расслабьте таз и ягодицы бедра колени голени и икры расслабьте щиколотки пятки стопы и пальцы на ногах побыть в этом расслабленном состоянии еще пару минут это это ну как это и так так и вот и Продолжение следует... Сделайте глубокий вдох, полный выдох, шевелите пальцами на руках и на ногах, перевернитесь на бок и затем, помогая себе той рукой, которая сверху, поднимайтесь в положение сидя. В положении сидя мы еще раз выпрямляем спину, вытягиваемся макушкой вверх, со вдохом тянемся руками вверх, выдох руки в намасте у груди. Мысленно поблагодарите себя за практику, поблагодарите свое тело, свой ум за то, что он позволил вам включить это видео и позаниматься. И старайтесь как можно дольше пребывать в этом ощущении благодарности. Спасибо вам большое, что позанимались сегодня вместе со мной. Если вы хотите поддержать меня и мой канал, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Можете, кстати, писать, какие уроки вам больше нравятся, какие вы чаще хотели бы видеть. И я буду с удовольствием читать и принимать это ко вниманию. Можете также воспользоваться кнопкой «Супер спасибо», которая теперь доступна у меня на ютубе. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Намасте.